На старт, внимание, первый автобус с пассажирами уезжает в поселок Водники. Здесь, на улице Георгия Димитрова, разворотная площадка и один из крупных пунктов отправления. Дачный транспорт разъезжается почти по трети из заявленных маршрутов. Евгения Горбатова везет заботливо заготовленную рассаду, ремонтантную малину и жимолость. По даче очень соскучилась, отмечает жительница Самары, и радуется весеннему солнцу и возможности без трудностей выехать на садово-дачный участок. Свежий воздух, потому что проскованность, мне очень нравится. Глаз радует распускающаяся природа, все уже цветет, гиацинты, нарциссы, тюльпаны. Приезжаешь, там красотища. На всех запланированных дачных маршрутах задействовали 52 единицы транспорта, автобусов среднего и большого класса вместимости. Как и в прошлом году, перевозки организованы по 29 маршрутам. Автобусы отправляются с улицы Георгия Димитрова, от завода Металлург, из поселка Управленческий, от Дома Печати, площади имени Кирова, а также с Хлебной площади от автостанции Аврора, пригородного автовокзала и проспекта Ленина. Новшество для маршрута номер 165. Автобусы до Страмиловских дач уходят с Хлебной площади, но остановка на улице Бакинской сохраняется в качестве промежуточной. Уехать на дачи с мая по сентябрь можно по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а также по праздничным дням. По вторникам и четвергам к дачным массивам следуют автобусы номер 170, а в октябре перевозки будут организованы только в выходные. В текущем году стоимость проезда не изменилась и осталась прежней на уровне 2020 года. Действуют у нас электронные садово-дачные транспортные карты, по которым также стоимость проезда значительно ниже затрат, которые несет перевозчик. У нас применяются льготы для школьников, точно так же, как и раньше на сегодняшний день. Это 16 рублей 60 копеек одна поездка. Таким образом, стоимость льготного проезда в дачных автобусах для учащихся школ, гимназий и других общеобразовательных учреждений при предъявлении справки равна стоимости льготного проезда по бесконтактной пластиковой карте школьника. Для лиц, имеющих право на получение социальной карты жителей Самарской области, действует садово-дачная транспортная карта. Единый оператор электронного проездного «Объединенная транспортная карта» рекомендует пассажирам перед поездками проверить баланс садово-дачных карт и при необходимости пополнить срок активации транспортной карты равен одному году с момента совершения последней операции пополнения. Можно пополнить через приложение, мобильное приложение «Объединенной транспортной карты». В пунктах пополнения это офисы единого оператора на почте. Либо онлайн через приложение «Банка». Офисы единого оператора на улице Мариса Тореза 67А и Фрунзе 70 будут работать с 4 по 6 мая с 9 утра до 6 вечера с перерывом на санобработку с 13 до 14 часов, а 7 мая с 10 утра до часу дня без перерыва. Самарцам в очередной раз напоминают, что в связи с эпидобстановкой в общественном транспорте продолжает действовать масочный режим. Пассажиры без масок в салон автобуса допущены не будут и билеты им не продадут. Уже при входе в транспорт организован контроль за соблюдением всех требований регионального Роспотребнадзора. Во время рейсов также следят за социальным дистанцированием. По вопросам, касающимся дачных перевозок, жители могут обращаться по телефону 207-70-11. Также работает горячая линия по вопросам использования транспортных карт. Ольга Павлова, Василий Кладашов. События. Субтитры создавал DimaTorzok